Улица будущего, башня из пенопласта и палантин, в котором полкилометра нитей. Воспитанники детской художественной школы Первурайск рассказали, чему научились на занятиях, организованных фондом поддержки юных талантов «Золотое сечение». Подробнее в сюжете. Один из классов художественной школы превратили в выставочный центр будущего. Здесь собрали работы, созданные детьми во время профильной смены фонда «Золотое сечение». Две недели они рисовали, проектировали и ткали. Для начала мы проходили теорию, что такое ткачество, когда оно зародилось, какие бывают нитки. А потом мы учились заправлять станок ткацкий. Несколько раз у меня, конечно, не получалось, но в итоге я его заправила. Это было интересно, получить какой-то новый опыт, научиться чему-то новому. В принципе, для меня ткачество – это вообще что-то новое. Впервые в жизни занималась этим делом, ремеслом. Часть работ, например, палантин, осталась в фонде, но некоторые привезли в Первоуральск, чтобы показать педагогам и одноклассникам. К примеру, улица будущего с аркой и множеством необычных деталей. Или креативная башня, которая могла бы разместиться в современном городе. Нюансы архитектуры воспитанники детской художественной школы тоже изучали на занятиях, организованных фондом «Золотое сечение». Мы хотели бы, чтобы наши дети, которые обучаются в художественной школе, получали знания профессиональные в направлениях архитектуры, художественного творчества, живописи. И «Золотое сечение» предлагает детям поучаствовать в конкурсном отборе. Для того, чтобы получить направление и получить приглашение, путевку в «Золотое сечение», нужно подтвердить свой профессиональный уровень. Например, представить награды с конкурсов. Фонд «Золотое сечение» создан в Свердловской области в 2017 году по указу губернатора Евгения Куевышева в рамках нацпроекта «Образование». Занятия в таком центре направлены на поддержку одаренных детей и молодежи. Учреждение еще называют «Уральский Сириус» по аналогии с Федеральным центром поддержки талантов. Я очень рад, что вторая в России кузня юных талантов открылась именно у нас в Свердловской области. Этого события мы все давно ждали. Вы, ребята, все проходили серьезный отбор. Наши педагоги и тренеры учились у наших коллег из центра Сириус. В художественную школу Первоуральска привезли не только работы из «Золотого сечения», но и устроили выставку картин выпускников, которые сейчас обучаются в вузах Санкт-Петербурга. Говорят, это элемент профориентации, когда талант можно применить в профессии. На сегодняшний день в художественной школе бесплатно учатся почти 300 юных первоуральцев. Самые способные получают возможность участвовать в профильных сменах фондов поддержки талантливых детей и молодежи. В этом году в «Золотом сечении» и «Сириусе» побывали 13 воспитанников. Екатерина Котельникова, Алексей Вербицкий, Андрей Агарков. Новости Первоуральск.